Я пью чай, понимаешь, это вот действие, это не действие, я пью чай, я могу, я пью чай, стуча ложкой по, в смысле, скрипу ложкой по кружке, совершая действие, изгоняя ее, понимаешь, не здорово, вот скрипываю, это же действие, я употребляю, это просто физическое действие, вот я знаю, что ей не нравится, Ну, я вот это вот мое действие, убрать действие. Сквозное действие, это опять, сквозное действие, это то, что тебя ведет к твоей сверхзадаче, быть счастливым, сквозное действие. И я действую, чтобы быть счастливым, я действую. Я знаю, что мне нужно избирать с друг, понимаешь, я знаю, что мне нужно освободить комнату, потому что мой любимый мне поставил такие условия, убережь свою подружку, я хочу быть счастливой, и я действую, у меня сквозное действие, быть, например, со своим любимым, быть счастливым, это сквозное действие, но это будет питать меня всю, сквозное действие Василия Ильича будет питать по жизни. Если бы, например, эта пьеса была бы Аня Дома, потом ее показана работа, потом улица, продавщица, диалог с продавщицей, ну да, причем колбаска, колбаска у Вас 3,60 подорожала, мне нужно обязательно ему быть колбасом, любить такую любительскую, понимаешь, мое действие, все направлено на действие человека, на любимого, на то, чтобы моя сфера задача быть счастливой. То есть это получается через все действие? Конечно, вот сквозное действие. То есть достижение цели и... Да, сверхзадача, сверхзадача, но это посредством сквозного действия, все мои движения, все мое, карьерный рост, не знаю, общение с людьми, все направлено на что-то, чтобы вот, чтобы... Достичь цели. Достичь цели, а цель одна. То есть как бы цель одна. Например, ну вот, для кого-то это любовь, для кого-то это просто карьерный рост, может быть, цель, то есть, как бы, самосовершенствование. То есть для кого-то у каждого, то есть, можно взять пьесу и определить, сидеть, ругаться, долго думать, что за сквозное действие, какая себе задача у Печорина, понимаете? То есть, и долго думать, и мучиться. Но, если правильно определить, то все действия, то все идеологии, то весь событийный ряд будет положен на это, и мы будем понимать, к чему он стремится, его сверхзадача и его сквозное действие. Потому что он не может... То есть это логика, которая определяет... Да, чай не пустословит, просто так не ходит, просто так утром не встает, просто так не пьет чай, просто так ничего не бывает, просто так ничего не бывает. Все равно это череда действий, которая на сквозное действие накладывается, и которая приходит... Я хожу в театр, я прихожу к вам, но в результате у меня все равно есть какая-то сверхзадача. И в результате все равно, общаясь с вами, общаясь где-то, с кем-то, я все равно... Как мы определяем характер человека? Мы характер человека-то и видим по его действию, по тому, к чему он идет, каким путем он идет, честно-нечестно. Вы понимаете, это его сверхзадача, это его действие, где накладывается череда событий, как он эти события проходит, как он реагирует на них. Он идет к своей сверхзадаче. И это так про каждый. Просто так это вампуга, просто так никто ничего не делает в жизни. И поэтому, если мы берем отдельный тюдик, маленький, и начинаем всего делать... Ну, сейчас это импровизация, тут, конечно, сложно понять. Но если мы берем пьесу, мы это разбираем, и сразу, когда угадывается человек, угадывается характер, угадывается, к чему он идет. Если это правильно определить, тогда столкновение тех характеров, столкновение сквозных действий. Есть еще контрдействие, сквозное действие к тому, что достижение своих целей, своих задач, а есть контрдействие сквозное, которое все это мешает, вы понимаете? То есть, которое мешает, и которое тоже леет, насколько человек с этим борется и как он проходит. Поэтому очень сложно смотреть плохие спектакли, когда ты выходишь, и слышишь просто люди говорят о чем-то, и непонятно зачем говорят, и какие невнятные характеры, и невнятное сквозное действие, и что за задача, и какое исходное событие, и к чему это все идет, и какая сверхзадача, чего вообще вы добивались от меня, что я должен был быть. Что они хотели со мной делать, как зрители. Понимаете? Ну все, пора спать.